Спасибо за прием Ну, сразу же хочу рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший Поднимается на третий этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина Происходит следующий диалог Ты что? Я здесь живу Да? Ну, живи пока Давай Ушел, обошел дом вокруг Опять поднимается, опять звонит Опять этот мужик, открывай Я так не знал С кем я ее честь? Я живу здесь, я говорю, это моя квартира Да? Ну, ладно, извини, брат Я живу пока, молодец Ушел опять, обходит Третий раз звонит, опять открывает Я так не знал Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку Я тут живу Что стоять не врубаешь? Ты везде живешь, а я нигде Ой, утро сегодня какое погодистое Сейчас племянник проснется на рыбалку рванем Школу он всегда успеет Толку с этих пятерок Я вон круглый отличник был У меня эти пятерки стояли, лежали, валялись, где не попадет Пятерка на пятерке Себе ж ставить рука не отвалится Батя, помню, у меня юморист был Что ты, сынок, говорится, в школу одни пятерки таскаешь? Что там, выше, что ли, в школе циферов нету? Эх, я с дуру ума себе в дневник восьмерок понаставил По три штуки в один квадрат их налепил Восьмерка на восьмерке Ну что, интересно, родители меня пальцем тогда не тронули Отец лопата и мать ей же Я, конечно, понимаю, что племяннику образованность, грамотность нужна Ну, погода сегодня не школьная Сейчас проснется на рыбалку Учится племянник хорошо, шикарно учится Это учителя, дураки Географичка пристала Покажи, где Гибралтар Ну, откуда он знает, куда она его положила? Тут Гибралтар, ее постоянно все ищут Я, когда еще учился, все искали Так и не нашли тогда А мой племянник сейчас крайний Двойку тоже хотела поставить Ну, потом передумала После того, как я помещал ей сарай поджечь Зоологичка такая же дура Пристала, кто такой Пятиконтроп Месяц в мозги колупала Задергала пацана Он удочка у меня уже в руках не держал Я в школу пришел, говорю Слышь ты, царевна жаба Хватит, пацана, кровь пить Ну, все, вникла сразу Четверку поставила ему за год Или за три даже На топор мой глядящий Русачка тоже Валентина Ивановна Ну, достала, ну, в корень То суффикс, то пупикс Откуда что берется? Я учился, их вообще не было Ну, может, один суффикс в деревню привезут на праздник По своим ее раздербанят, мы его не видать Ты если путь на учитель, то ты его буквы спроси Пацан в шестом классе только А знает уже все восемнадцать букв Ему еще шесть лет учиться Он и писать их научится Ты суффикс, суффикс Да не брал он твоего суффикс Я вообще сказал, чтоб ничего чужого не брал Если на тасе никого Он за суффикс кнопкой ей тогда хотел поставить На стул Я отговорил, никаких кнопок Она же женщина Клею, намажь погуще и все Ну, прибежала со стула на юбке приклеена Морала, как сумасшедшая Двойку ему влепила даже Ну, потом исправила Лучше четверку поставить, чем ее восьмая корова домой не вернется Правильно? По литературе училка пришла Ваш племянник мало читает Да он и читает, и пишет побольше тебя Все стенки исписал Вчера даже стих писнул Солнце вышло из-за туч Щука будет браться Лишь бы пиво с дядькой нам Да клево не набраться Ну, классно По математике тоже здорово идет Отлично идет Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев Я ему пять и пять Он мне сорок восемь Я говорю, дважды два, девятнадцать Легко Будет, будет, только Он уже сейчас больше меня ловит в рыбу Сейчас проснется, поедем На мотоцикле, на японском поедем Один такой мотоцикл у нас Завуча нашего Ну, по математике контрольной У нас побудет Правильно? А то достала тоже Кобыла очкастая Скалами грозить им Так что ее мотоцикл в заложниках Это четверка верная Я, наверное, аттестат ему сам сделаю Чтоб на школу не отвлекался Из блокнота Да что там за меди У меня уже который год И права, и паспорт с календарика сделаны Я и прилетения в деревне всю жизнь выписываю И квитанции за свет обоплатить Так что аттестат сделаю настоящие Кондовый такой Хорошие аттестат А может, и диплом сделаю Проснулся Здорово, племя Ну что, на рыбалку едем? Да не надо учиться Завтра у тебя аттестат будет Ну точно, когда я тебя обману Ладно, готовься Давай, дорогой Рыба заждалась Поехали Отличник ты мой Образованный Поехали Игорь Маменко Магазин подхожу тут недавно Ребята наши стоят Лица радостные, опухшие Я говорю, что, опять что-то отмечали без меня? Они говорят, нет Мы на пасеку за медом ходили Хозяин пасеки, говорят, уехал на неделю Так что пользуйся Ну я вообще пчел уважаю Люблю их продукцию Мед, медовуха, сотовая связь Схожу, думаю, пока хозяина пасеки нет И жену свою возьму, думаю Валюша сразу согласилась Сладкоежка моя Без куска колбасы не уснет Ну подождал я, пока потемнеет Взял ведра С валюшей Сели мы на велосипед И поехали Едем, педали крутим И снярем За час пять метров проехали Мало, конечно Но у него всегда скорость небольшая По лесу у водного велосипеда Сосед помог Серегану Которого раньше Николаем звали Тот нас быстро до пасеки домчал У него такой же велосипед водный, как и у нас Просто ноги здоровее Ну мы приехали С велосипеда слезли Залегли И по-пластунски Полезли, чтоб пчелы нас не раскусили Подползаем Во всех ульях темно В одном только свет горел Ну я туда, где светло смотрю Шторы там не закрыты Накурено Спят пчелы в повалку Рты разъявлены Крылья распластаны Ну носки даже не сняли Устали, видно, план перевыполняли И храпят страшно На всю округу Потом присмотрелся, кажется, валюша моя Храпит Ну я ее разбудил Ведро-то у меня в руках было Смотрим Мужик какой-то в улью руку засовывает Вынимает, облизывает ее И не местный, видно, мужик Трезвый Я ему говорю, слышишь, мужик Шел бы ты отсюда без меда А он повернулся и смотрит на меня Недобро так Они редко, когда добро на людей смотрят Медведя Медведь испугался В лес побежал Пчелы те культурные Полетели медведя провожать Ну мы меда напихали Полные карманы Ведра наполнили Я кусок соты башкой своей откусил И понял, что не все пчелы Полетели медведя провожать Женщины остались пожилые Самые кусучие С обеих сторон язык меня отговаривали Слышим, пчелы медведя проводили Возвращаются нас провожать Как будто мы без них дороги не знаем Ну мы деревьями прикинулись Так руки растопели и стоим И шо характерно Пчелы нас за деревья не приняли А дятел приняли Все бородавки в башку мою вбили И уши прочистил За шо спасибо ему, конечно Ну вскочили мы и бежать А долго не провяжешь, устали Ведра полные, улья в руках Вдруг собачка с левой стороны К нам подходит небольшая А справа хозяин пасеки подошел Вроде не злой Но с ружьем Я вспомнил детство Как мы катались с братом на коньках По замерзшей реке Как бабушка зашивала мне штаны Заряд соли, выпущенный с обоих стволов Освежает память до самого родильного дома Я бежал как гепард Я бежал в лес, спрятался, затаился Хозяин пасеки долго искал меня Так и не нашел И уже уходил Уже буквально два метра от меня отошел И вдруг мне на весь лес Среди тишины На телефон смс-ка громко я пришла Я думал, он на меня всю соль растратил Ничего подобного У него его еще много было Весь остаток мне потолки С тех пор я не люблю соленые помидоры Я потом смс-ку эту прочитал Знаете, что было написано? На вашем счету 24 цента Так я к чему рассказываю? Ребята, если идете на пасеку За медом, не на свою Вовремя проверяйте телефонный баланс Спасибо Муж с женой лежат, отдыхают Три часа ночи, глубокий сон И вдруг такой интенсивный Я бы даже сказал Такой наглый пронзительный звонок в дверь Муж пошел, открыл С кем-то быстренько переговорил Возвращается, ложится спать Ложится на бочок Жена говорит Женя, кто был? Мужик пришел, просил, чтобы я его подтолкнул Ну? Че ну, три часа ночи? Причем тут время? Человек попал в нехорошую ситуацию Он застрял Подтолкни Не да ну, ты нормальный мужик Ты меня позоришь Ты тоже автомобилист Ты тоже можешь попасть в такую ситуацию Застрять Подтолкни Вот этот чертыхаясь Одевает пижаму Одевает такие тапочки с бубонами Такими розовыми Идет вниз, спускается На улице ливень Он шатался полчаса Скользил Не может найти весь продрог Мужик, ты где? Голос справа Брат, я здесь На качелях Муж возвращается Из командировки Заходит к себе домой Заходит в спальню И видит совершенно ужасающую картину Его жена в постели С любовником Все усложняется еще и тем Что любовник его лучший Закадычный друг В состоянии аффекта Он бежит на кухню Берет огромный кухонный нож С разбегу Втыкает любовнику В спину Тот падает замертво Жена ему говорит Коя, ты так вообще Без друзей останешься? Грабитель забегает в банк Лежать не смотреть Все рухнули Закрыли глаза Охранник попытался Обезоружить негодяя Самоотверженно бросился на него Сорвал с него Маску Тот тут же пристрелил Охранника Одел маску Кто еще видел мое лицо? Повторяю Кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик Говорит Моя теща, но она сейчас дома Два друга просыпаются Жесточайшего похмелья Один из них практически не умеет Разговаривать У него Жесточайшая засуха во рту У него там работает цементный завод Он очень хочет пить Аквариум выпил еще ночью Пытается обратиться к своему другу за помощью Рот склеен Практически не умеет говорить Как я уже сказал Он что-то там пытается произнести Кока-Кола? Сейчас куплю Ушел в магазин, возвращается через пару часов Этот сидит, получеловек, полуфабрикат Губы как сырые, котлеты, он уже никакой Он... Кока-Кола Валерий, Кока-Кола закончилась Я купил тебе печенье Дедушка с бабушкой едут в Жигулях Бабушка за рулем Их останавливает инспектор ГИБДД Инспектор Петров, ваши документы Бабушка А? Дед, документы давай, права просит Пожалуйста Спасибо Нарушаете, там знак был Бабушка А? Дед, нарушаешь, там знак был, аккуратнее езжай Я прослежу Хорошо В Саратов едете? Да Сами из Саратова? Да Вы знаете, если честно В Саратове был самый ужасный секс в моей жизни Бабушка А? Дед, кажется он тебя знает Огромное спасибо за аванс, дорогие друзья Буду отрабатывать Первый анекдот для любителей спорта Представьте себе Чемпионат мира по футболу Финал Сборная Бразилии Сборная России И играет Нормальное начало, да? Ну вот, сыграли всего лишь 15 минут Поэтому счет только 7-0 Тренер дает установку на победу Что с него взять, он иностранец В сторону России назначен штрафной удар Рональдин не уже у мяча Кролик Роджер Зубы, все нормально На обочине стоит мама В руках чипсы Она болеет за него Все Рональдин не приготовился бить Россияне поставили стенку Все стоят лицом к опасности Один стоит спиной Капитан Валерия, я не понял Стань, как все нормальные люди Че, с ума сошел? Вы как хотите А я хочу гол посмотреть Два украинца выходят на сцену Со скрипками Интрига Два украинца со скрипками Нормально, да? Микола, играй Я не хочу Ты шо, с ума сошел? Мы репетировали, играй Люди специально пришли У меня нет настроения Я играть не буду Ти шо, с дурей, вони заплатили сумасшедшие гроши за билет Я тобі сказав Микола, играй Мене нема Я-то вже чув, що в тебе нема Микола, играй Тобі сказав Я играть не буду Це моє последнее слово Все, вот так вот Не буду Ну, не буде, що не надо Дорогі друзя Ви проснухали каприз Миколи Паганіні Спасибо Иду два украинца Навстречу настранец Hi, how are you doing? Do you speak English? Шо? Окей, шпрехензі дойч? Не, вообще никак Парлара італьяно? Безполізняк, дядя Абла іспаньолі Я тобі сказав Ти шо не поняв Відді втадас Просто в мене никак Понимай, вручі, іди Окей, I'm sorry І убежал кудавця Я один другому Ти бачив, який полігло? Чотири язика знає Ну, шо воно йому дало? Українсько-молдавська таможня В купе поїзду заходить Молдавський таможенник Добрий вечір Представитель таможенных властей Іван Стынка Ну шо у вас тут нормально? Все с документами Я надеюсь, как у вас тут Предметы старины Живописи Или, може, наркотические средства Или, не дай Бог, оружие везете Можете, говорить, все есть В смысле, я спрашиваю Я говорю, все у мене есть Ага У вас, да? Ну, естественно, я ж один тут Ну, да Ага Значит, я насчет живописи Сказал, шоу И шо, действительно, вот это у вас живопись Я когда сейчас спросил у вас про живопись Говорит Значит, венецианские двори гвардии Бояриня Морозова, Сурикова Рубенс, Веласкет Все в оригинале Пожалуйста, все везде Хорошо Молодец И шо, и насчет вот это, шо Оружие, когда исчезли Я спросил, говорит Значит, два автомата Калашникова Восемь автоматов Узи, пистолета ТТ Три штуки Угу И наркотические средства есть Героин, кокаин, экскази, 700 грамм Можете проверить Простите, пожалуйста, можно с вами и сфотографироваться? Спасибо Дорогие друзья В последнее время к нам Из-за океана прилетают различные Лекторы, различные проповедники Которые читают нам Разные лекции Нужны, не нужны Никто нас не спрашивает В общем, занимаются тем Что учат нас с вами жить И сегодня я хотел бы прочитать лекцию От имени вот такого вот Грамотея Которые прочитают нам лекцию о славянах Они считают, что они все уже о них знают Итак, начинаем Добрый день, дорогие Звители Я есть профессор Даунтаунского университета Проблем славянских народов Углубленно изучив Жизнь и бит древних славян Я сегодня хотел бы Рассказать вам непосредственно Что есть такое славяне Как национальность Сейчас расскажу вам Итак, земледелие и скотоводство Били славянам уже тогда Очень хорошо известны Поэтому они ими не занимались Несмотря на то, что утро Считалось самым трудным временем Для славян Они находили в себе силы Собираться небольшими группами По три человека И усиленно О чем-то соображать Yes Отсюда и пошло крыло-то выражение Соображать на троих Касаемо славянских мужчин Они вели преимущественно Ночной образ жизни То есть днем они спали А ночью гуляли Освещая себе дорогу Под глазными фонарями Которые они умело Наставляли друг другу кулаками Славяне были очень бедные люди И вместо носков Они носили портянки Особенно бедные Славяне носили одни портянки На двоих Yes На двоих одни портянки Таких славяне называли Однопартийцы Новый год Славяне очень сильно Любили праздновать В бане Они его праздновали Очень долго И тот день В который они все-таки Возвращались себе В семьи Для их жен Был самый настоящий праздник Который по сей день Так и называется Восьмое марта Спасибо 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 Славяне очень любили Называть Новый год Именами различных животных Например Козла Или свиньи Хорошо Отпраздновывая Этот праздник Славянский вождь Рано утром Внимательно Смотрел На свое Изображение В зеркало Окей Какое животное Он там видел Так и называли Поступивший год Некоторые Неудоумения Визвывают У меня тот факт Что Туристы Всего мира Очень сильно Удивляются Итальянской Пизанской Башни Которая Вы знаете Стоит Немножко криво Дело в том Что в славянских Деревнях В таком состоянии Находятся Абсолютно Все строения А также Основная часть Взрослого населения В славянске Были заядлые Грибники Они любили Собирать И готовить Грибы Но прежде чем Пробовать Они давали Попробовать Но Не очень Любили Собак Давали пробовать Тожче Если Она эти Грибы Съедала И продолжала Веселиться Такие грибы Назывались Съедобные Есть А если Она Синела И в нее Изо рта Извести Пена Полезла Такие грибы Назывались Полезные Есть мнение Что именно Везли в берлогу Медведя Били ему Морду Играли на Гуслях И все Вместе Искали Смерть Кожчая В яйце Свадьбы Славяне Славяне Гуляли Неделями Месяцами И даже Годами Нередко Супруги Расходились Раньше Нежели Гости Во время Праздников Славяне Веселились И Водили Веселые Хороводы В дни Траура Они Водили Грустные Хороводы Также Во время Праздников Они Еще Сильно Веселились И прыгали Через Подожженный Соседский Амбар Самые Коротконогие Выбивали Уже В четверть Финале Исходя Из всего Сказанного Я хотел Би Посоветовать Абсолютно Всем Ни в коем Случае Не делать Никакие Агрессивные Действия В отношении Славян Потому что Народ Который Водку Запивает Пивом А макароны Запусывает Хлебом Победить Невозможно Извините За внимание Спасибо Игорь Мамент Спасибо Спасибо большое Дорогие друзья Спасибо большое За прием Сейчас я хотел бы Немножко Порассуждать На тему Так называемого Абсурдного Юмора Все вы знаете Что это такое Итак Несколько примеров Вообще Абсурдные ситуации Они скажем так Ну более уместны Что ли где-нибудь В психиатрической клинике Ну представьте Если вы принимаете Очередного больного Доктор спрашивает Фамилия Наполеон Говорит Ну голубчик Ты нас этим не удивишь У нас тут полководцев Прут-пруди А я не полководец Я торт Или же заходят Прямо двое Сразу двое заходят Фамилия Ивановы Ты что братья шоль Ну почему сразу братья Бывают и другие варианты Ну какие еще варианты Ну и например Сестры Или же приходит человек Который заявляет Доктор я глухой Наполовину Ровно наполовину А то что у вас одно ухо Нет Просто наполовину глухой Говорит Так не бывает Ну давайте вы встаньте туда Лицом Ко мне спиной Я вас сейчас протестирую Я вам сейчас назову цифру Тихонечко Вы их повторите Встали? Готовы? Хорошо 44 22 Ну там это все Понятно Тем не менее в быту Случаются не менее интересные Курьезные и смешные случаи Ставим с приятель На автобусной остановке Подходят два молодых парня Здравствуйте Мы приезжие из Молдавии Вот приехали Посмотреть на ваш чудесный город Ну что ж Молодцы Поглажайте смотрим Действительно очень интересно Вдруг подходит рельсовый автобус Один из них спрашивает у меня Скажите пожалуйста На этом автобусе я доеду До Красной площади? Я говорю Простите нет Второй спрашивает А я? Немыслимые вопросы Идиотские ответы Абсурдные действия Это все это рядом Но только последить Празднуем день рождения Приятеля в ресторане Выходим покурить Следом за нами идет Влом пьяный человек Дупель Убегает на стоянку таксистов Слушаем диалог с таксистом Шеф свободен? Да Пошли посанцуем Иногда складывается Такое впечатление Что вокруг нас Постоянно идет пьеса Театра абсурда Не больше Не меньше Два парня разговаривают Они Стой извини Мне сейчас надо маме позвонить Сказать ей где я Сейчас Алло мама Где я? Вообще бывает так Что люди разговаривают На одном и том же языке Но при этом Не понимают друг друга В джунглях терпит аварийную посадку Одномоторный самолет Мягко приземлился Слава богу Все нормально Вышел летчик Мало чего понимаю В джунглях первый раз Комаров ничего не взял Тем более Вышел Бродил И вдруг смотрит Что к нему в полном составе Идет местное население Копья Кольца в носу Все в порядке Идут к нему И так не сильно доброжелательно Смотрят Что там за тиродакт Они идут О, перья по земле Все идут к нему Он понимает Что надо сейчас Сразу наладить масли Чтобы пока не сожрали Поэтому он идет С распростертыми Объятием Улыбка В округу головы Почти На столько срока И ехать подходит к вождю И говорит Я и вы Мы друзья Я прилетел На вот этой вот Железной птице Но у нее сломалось крыло Оно не работает Надо я ее починю Ремонт И я взлечу На ней Чтобы вам привезти подарки Вам и вашим детишкам Я прилечу К вам И подарю Потому что вы Я Мы все друзья Понимаете, да? А этот вождь говорит Ну это все понятно А что ты разговариваешь Как идиот? Что касается Одессы Там абсурд Это уже не юмор Это уже образ мышления Мне сказали Ты купил машину Кто я? Ну сказали Так купил А цвет красивый Потрясающий Ты когда-нибудь Заклад солнца видел? Ну конечно Ну вот такой же Только зеленый На Деребасовской Закладывал в булочную Сидит утомленная Об этом продавщица Полирует напильником Нофти Прическа Как у нее Как пизанская башня Такой же высоты Только немножко скошена Как она сидит Такая машина Я говорю Простите У вас баранки свежие? Нет Я говорю А кексы? Возьмите лучше баранки Представители Зеленого змея Тоже не отстают Костя Ты водку хочешь? Нет А будешь? За Спасибо Или заходит Такой же человек В магазин Девушка А иди сюда Хочу спрашиваю Вау 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 И звучит Наверное вкусно Вау Две бутылки водки Пожалуйста Вообще Мне кажется Что без подобного юмора Жизнь была бы скучна Поэтому приятно Осознавать Что артистов Готовых играть В этом театре абсурда Меньше Не становится Спасибо Добрый вечер Уважаемые друзья Большое спасибо За прием Ну прежде чем Показать номер Который сегодня Привез Юрмалу По старой Доброй традиции Пару-тройку анекдотов На ваш суд Муж приходит С работы Уставший Замученный Дома чистота Как никогда Стол уже накрыт Жена какие-то Бантики себе Забацала Такая Как на подиуме Раскраска такая Никогда в жизни Не было такого Что случилось Она говорит Сергей С этого дня Начинаем жить По принципу Рыночной экономики Сегодня у нас все Стоит денег Приближаемся к Европе Так что подтягиваемся В частности Ужин 50 рублей Согласись Недорого Подался здесь Гречневая каша И ливерная колбаса Угощайся Все есть Ну и Вот так вот Дал 50 рублей Поел А пуговицу Мне там 30 рублей Золотой Дал Прижил Пуговицу Пожаться спать Она говорит Ну а здесь Если что-то Вдруг будет желание Хе-хе 100 рублей Говорит Ну у меня Только 70 Лег Уснул Ночью слышишь И буршится Что такое Он просыпается Жена стоит В сумочке У себя что-то ищет Говорит Зина Что там ищешь Она говорит 30 рублей Я тебе занять Я тебе занять Два мужика Из деревни Въезжают в город Надо заправиться Подъезжают к заправке Огромная заправка Огромный плакат Любому, кто заправится Больше, чем на 500 рублей Бесплатный секс Они там На 502 рубля С чеком подходят Заправщику А мы читали Мы готовы Говорит Это еще не все Значит вы должны Отгадать число От 1 до 10 Вот я сейчас загадаю Вы должны отгадать Давай 3 Нет, 7 извини Ну что они взяли Уехали На следующий день Катались весь день Надоели на 512 рублей Приходят Это мы Мы вчера были Раз, два, чек Давай число 7 Говорит, 8 извини Да ну елки Они уезжают Один другому Говорит А тебе не кажется Что он жулик Говорит Не скажи Моя жена На той неделе Два раза выигрывала Мужик купил себе корову Кормил, поил Пора подумать о потомстве Он через интернет Вызывает хозяина Какого-то племенного быка Тот приводит быка На сучку Бэй красавец Цепь такая Татуировка Лакированные копыт Оно пришло По всем правилам Говяжьего съема Подходит к корове Она садится Вот так Копытно крест на крест Он и так И так Ничего не получается И бизона вызывали Какого-то И с беловежской пущи Зубра последнего Бедалагу больного Приходит к ветеринару Говорит Я извиняюсь Я взял корову Она чисто внешне Как все Я серьезные деньги отдал Она ни с кем Вообще никак Вы можете сказать Она вообще Ни с кем никак В Рязани брал Да Как вы догадались У меня жена с Рязани Спасибо А я тут недавно На охоту сходил Нормально Поохотились Говорят А я фотик взял И как папарадзе Шел Класс Класс Чтобы посмотреть Потом память Восполнить Что там было на охоту Сейчас сдал Это Сделали фотки Все Сам не видел Компромат На дядек своих Буду собирать Да О классный Это я кстати Сразу я Классный ракурс Это я с кабаном Фотографировался Вот я Вот кабан А нет Наоборот Вот Вот кабан А вот Похожи мы тут с ним Чтобы не брить Чтобы в тельняшках А Это кабан Нас братом Фотографировал Сразу я О это Иван Сотехник В свадебном костюме Женился мужик Наконец И сразу на охоту Он фанат У него камуфляжная бабочка Сразу пришел Давай ему стрелять Узять Нормальный мужик Моей бабой Сестру взял в жены Тоже бабу Так смешно Без сестры Обе бабы Это Гришка В кустах затаился Взгляд сосредоточенный такой Чего? Да не Какая засада Желудком у него проблем Не Ничего серьезного Мы же Лехи В гараже С мотоциклом Ковырялись Ну ясно Что пили Что мы С мотоциклом Что ли пришли Ковыряться Да и не было Мотоцикла Никакого А Гриша Пришел Нездоровавшись Наше сразу Все выпил И закусил Тут же С верстака Балки варенья С нос Повидло Вернее А это Солидол Был Мы даже Предупредить его Не успели Да и не хотели Чего? Наоборот Двигались Маску Он хапал Ладошкой Пока не понял Сейчас Организм Все Выскальзывает Так что Охотой Просидел Куста Это Егор на спине Бугор Кузнечиков Ловит Раньше Тоже Любитель Был бы Это Делал Мы Взяли Его К экстрасенсу Повели Тот Его Заколдовал Все Сейчас На водку Смотреть Не может Закрытыми Глазами Жрет И все Он Вообще Странно Я к нему Сейчас Заходил Он Брюки Гладит И орет Утюгом Прям Гладит И орет Привычка Идиотской Брюки На себе Гладить Это Федька В траве Запечатлен Ну Устает Федя Устает Он же С девятого Дома Вальку В жены Взял А их Две Сестры Близняшка Ну Хитрые Одна Замуж Выскочила Обе Федьки Пользуются Он Их не различает Они не похожи Он их не различает Вообще Все же он Дурак Шоль Да Две Это Больше Чем Одна Это Коля Зюкин В зубах Ружьем Ковыряет Все удивляется Как его баба Узнает Что он Поддал А че Его узнавать Когда пьяный Пальто В трусы Заправляете Ну Так и на Фотке Здесь Это Ж Это Это Женька В речку Тащат Мужики Упираются Орет Как Чайка Воды Боится Как Огня Что Боится Мы В прошлом Году Рыбу Глушили Он Дурак Купаться Палет Все части Организма Динамитами Оторвало Туда Мы Ныряли Потом Части Разыскали Обратно К нему Прилеплялись Одну Часть Так и Не нашли Хорошо Его баба Сказала Что На этой части И до Взрыва не замечала Так Сейчас нормально Кстати Играть в театре Актер Сейчас он такой Он любитель Драмы Раньше Правда Давали Роли Героев Любовников Сейчас Трусов Импотентов Все Пошел компромат Это я Сплю Валяюсь В позе Бегущего Кошмар Ноги Связаны Руки Связаны Бутылка Под башкой Убью Узнаю Кто сделал А это Что такое Мужики Наши За бабой Бегать За какой-то Кошмар А баба Голая Как Правда Наглая С одним Целуется С другим Смотреть Сыдно Честно Где они Надыбали Там кроме Моей Людки Не было Никого Ладно Потом Досмотрим Я извиняюсь Спасибо Спасибо За прием Ну Сразу же Хочу Рассказать Анекдот Из жизни Нетрезвых Людей Подвыпивший Человек Изрядно Подвыпивший Поднимается На третий этаж Звонит В квартиру Открывает Мужчина Происходит Следующий Диалог Ты что Я здесь Живу Да Ну Живи Пока Давай Ушел Обошел Дом Вокруг Опять Поднимается Опять звонит Опять этот Мужик Открывает Я так и знал С кем Я живу Здесь Я говорю Это моя квартира Да Ну ладно Извини Брат Я Живи пока Молодец Ушел Опять обходит Третий раз Звонит Опять открывает Я так и знал Что такое Я тут живу Я могу показать Паспорт Прописку Я тут живу Что стоять Не врубаешь Ты везде живешь А я нигде Спасибо Алло Мамо Здрасте Это я Если вы сейчас стоите То лучше сядьте Сидите Да Да Лягте Сбилась мечта человечества Я на Марсе При чем тут батончик с орехом Это планета такая Что вы не знаете Гляньте в окно Смотрите Между сараем и трубой Вот это Марс Та як я вам оттуда помашу Я на другой стороне планеты Вижу у вас затылка Та я не хотел лететь Дайте сказать Я на космодроме Откручивав детали для мопета Вдруг что-то крутнуло Включился маршовый двигатель И тю-тю Все вперед Тормозить конечно пытался Ногами тормозил Так что кеты загорелись А что вы хотите Две с половиной тысячи лошадиных сил И все голопо Нет не один Со мной внезапно летели Еще девять человек Что были внутри на экскурсии Да Среди них две женщины Мама успокойте Галину Мы в скафандрах Во весь рост Если жизнь на Марсе Ну как вам сказать До меня точно не было Потом с кусочка стратегического сала Мы склонировали кабанчика Скрестили его с ящерицей и козой Так что теперь кроме центнера сала Он дает еще молоко и шесть Да А отрезанный окорок выростае заново Нет не все Потом в куриный паштет мы добавили гены страуса Это вообще чудо Куры зарываются головой в грунт И только яйца с них вылетают Как дыни с пулемета А окорочка Такие как задние ноги у лошади Только в перьях Да Генная инженерия называется Нет Генная инженер тут ни при чем вообще Я потом объясню Еды хватает Я парашютом кратер накрыл 8 соток Огурцы и гречка плодоносят каждые 2 часа А соленые помидоры ростут прямо в банках Да, экипаж не успевает их собирать в погреб Мама успокойтесь Ключи от погреба только у меня Ну немного похудел Есть такое дело Скафандр болтается на мне как мешок Я говорю Скафандр болтается на мне как мешок Мама успокойтесь Галину Сюда кроме меня никто не помещается Я уже пробовал Когда возвращаюсь Ну сложно сказать Нас тут с горючим проблема Нет, посылки сюда не доходят Но можно передать телепатически А так, послушайте Ровно в 19.00 к вам зайдет киборг С красными глазами Представится толиком Налейте ему полную трехлитровую банку самогона Что зачем? Для старта с Марса Да, единая дорога И гитару для позывных А он нам все это телепатически передаст Если донесет, конечно Что вы слышите? Женский смех и музыку А вы думаете легко без женской ласки во вселенной? Это мы смотрим специальные эротические фильмы Вспоминаем о женах в условиях невесомости Тренажер для снятия космической неверности Да, кабельное телевидение Суровые будни, шоу Вакуум постерегают на каждом шагу Если не предохраняться Так что успокойте, Галину Где она меня вчера видела? Возле якого киоска? Так это был не я Кто-кто? Агния Абартов Это был мой специальный голографический двойник Перенесли из Марса в научных целях Ну правильно, в тех же кедах и футболках А я? Перегарок-перегрузок Наука же не стоит на месте И он не стоял, шатався Ну естественно, магнитные бури Короче, мама, передайте привет Галине И скажите, не надо звонить познакомим Сказано ей на Марсе, значит на Марсе А буду доставать и лечу на Венеру Тем более, что ей уже обещали Ну все, пока, хватит Он возвращается с работы, идет к себе домой В деревню, на улице ненастная погода Снег с дождем, промозгло, сыро Очень неприятно, холодный ветер Он решил сократить путь, пошел через лес Идет через лес, смотрит на лесной тропе Стоит машина, легковая, такси Он вовнутрь посмотрел, никого нет Дернул дверь, открылась Ну он думает, сад, обсохну, согреюсь немножко Залез в машину, сел на заднее сидение Закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама Медленно едет, что-то вот мистическое такое В этом есть, едет машина одна Вдруг из темноты появляется рука Страшная, волосатая, с такими ногтями коричними Зарули, рулит рука одна Все почти в руке идет, даже страшнее И пропала, машина едет дальше Уже огоньки появились там, деревни неподалеку явно Вдруг вот такая морда, заглядывает к нему в окно Ты жату делаешь? Еду Прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет Друзья, наверное нет в мире человека Который хотя бы раз в жизни не ездил в такси Такси это большая лотерея Никогда не знаешь, кто тебе повезет Куда повезет Мы представили, как это может быть Маленькая история, маленькая зарисовка Таксист и пассажир Ну что, едем Нормально пока Хотел же на всякий случай номер машины запомнить И опять забыл Этот сидит, молчит Наверное думает, в кои веки повезло с пассажиром А то б сейчас попалась какая-нибудь дура пьяная Возди тут с ней Лучше б мне дура пьяная попалась Тут хоть знаешь, как себя вести А этот сидит, молчит Морду наел Щеки по плечам разбросал Чем ты на Винни-Пуха похож? Вези его, давай Ну почему, почему Всякий раз в такси У меня возникает одно и то же желание Ай, как же не хочется платить А что если не заплатить? Сейчас мы подъедем Двор у нас темный Я пулей выскакиваю из машины До домофона метров десять Заскакиваю в подъезд Закрываю двери Все Ищи свищи Интересно, догадывается ли он О чем я сейчас думаю? Это хорошо Ну что, рискнуть или опасно? Да в конце концов Пятьсот рублей не лишний Ай Была не была Быстро из двери, пока не заблокировал Куда? Ну давай, сволочь, открывайся Давай, я сказал, открывайся Все, открывайся Сим-сим открой Давай, давай Оп Погей Ну все Теперь не догонит На тебе, придурок, на Пока, придурок Пока Катай дураков Катай лохов Будь здоров Пока Да Да Ну разных я повидал на своем веку Но такого Я ничего не пойму Он что, за бустер рассчитался сразу, когда сел в машину? С дачи-то возьмешь или как? Ну, как знаешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому